Что думаешь? Ну, что? Три пули в теле, одна в кухонной горке, всего четыре, многовато для самообороны. Ладно. Увози тело. Ну, что вы взяли? До свидания. Лучше прощайте. Увози. Сислит. Продолжение следует... 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 Вячеслав Иванович, к вам там какая-то… Дядь Слав! Дядь Слав, это я! Пашлавоныч, погоди! Кто я? Племянница ваша, Жанна. Из Гремятинска я. Жанна, приехала вот, мама умерла, я вам телеграмму давала. Вы не получали? Дядя Слав, вы с мамой не общались, но старые ссоры, столько времени прошло. Кто старое помянет, тому и глаз вон! А я вас помню. Я помню, как вы меня к потолку подкидывали, а я хохотала. Мама говорила, что вы другой стали, а мне кажется, вы совсем не изменились. Дядя Слав, а в Гремячинске работы совсем нет. Я в прошлом году кулялка даже закончила, на менеджера училась. И вдруг тут с мамой… Я подумала, поеду я к дяде Славе. И как?! Проходи, проходи. Да? Здравствуйте! Это что такое? Это… племянница. Любимая. Принимай лопа. И откуда? Из Гремячинска. Купы. Как там Гремячинск? Ой, у нас в последнее время столько всего нового открыли. Вы все? Да, да, да. У нас супермаркет есть, интернет на почте, три школы, колледж, кулёк мой, где я училась. Бузя, ты решил вернуться к корням? Лапа, заткнись. Аппарат абонента выключен. Чаю, дядя Слав? Угу, постой. А тетя Оля уже легла. Ну и? Да так, ничего. Доброй ночи. Это цепь ручного плетения. Потрясающе. Как подчеркивает, изгиб шеи. Это цепь ручного плетения. А покажите мне, пожалуйста, вот эти часы. Какие? Так, а где они? Вот эти. Боже мой! Маришка! Оль, подержите. Ничего себе! Олечка, я смотрю, ты это или не ты узнала. Маришка, какими судьбами? Как тут здесь вообще оказалась австралийская душа? Ну я не знаю, ветер переменился и опять в родной гавани. У тебя снова бздэнс. И опять и снова. Я тебе все расскажу, только не здесь. Давай где-нибудь посидим, а? Так, колонн, я беру. Хорошо. Сейчас, одну секунду. Я тебя жду. Иди сюда, моя девочка. Ой, ты какая пусечка! Да, познакомься. Лолита Федоровна. Лолита Федоровна, здравствуйте. Так, мне, пожалуй, еще вот это вот кольцо, подарочную упаковку, часы. Нет, их упаковывать не надо. Угу. Угу. А это кто с тобой? Это племянница Жанна, из этого, как его? Из Гремячинска, тетей. Вот так. Ой, давай сюда зайдем? Давай. Жанна, подожди меня пока в машине, мы поболтаем. Лолита Федоровна, может, вы пока помойте с Жанной? Но только не гладить. Она этого не любит. А это Славкина племянница. У него сестра умерла, и вот она теперь все время со мной. Следит, что ли? Да нет, не думаю. Добрый вечер. Мохито, пожалуйста. И космополит. Ну и тяська. Да ты буржуйка. Прям на пляже подвалил, и на ломаном английском, экскьюзми миссис, как пройти Сиднеппера. А у него на лбу написано вот такими буквами — ЗАБОК. Ну я ему, конечно, по-русски говорю, что вы товарищи. И я пока еще мисс. Но он так и сел. Вот так и спелись. То есть какая там опера? Боже, еле до номера добежали. Но он тебе, конечно, скажу я — Кинг-Конг. Да ты что? Зверь. Да, но что характерно, там кофе в постель, устрицы в номер, шампанским поливал. А тут, ну гусеница просто, понимаешь? Тутовый шелкопряд. Сучит, сучит, ножками денежку придет. Оля, ну поговорить-то не с кем. Посмотри, там за стойкой. Молодой Жан Рено. Студент наверняка. Девки в общаге пищат, а закончат свой вуз, будет в офисе с утра до ночи деньги рубить. Скука-то! Да! А Кузя, теперь генерал? Иди ты! Да, мы зимой его лампасы обмывали. А Галка все, генеральша. Сказала, до свидания всем диетам. Ну и теперь положено быть толстой. Ну и как она выглядит? Ну, так. Мариша, подруга дней моих суровых… Ладно, бери. Что смотришь? Бери машину. Я Коле скажу, что подвез, куда там тебе. И с кикиморой твоей улажу. Мариша, ну ты… Фея, я знаю, дуй давай! Давай! Тетя Оля вернулась. Хорошо погуляли? Да, замечательно. Сто лет не виделись. Хочешь завтра сходим куда-нибудь? Нет, Бузечка, я не могу. Мы в салон записались. Надо же как-то поддерживать экстерьер. А что, у тебя завтра ужин с партнерами и женами? Да нет так. Накатило. Опоздали, баронесса. Дурак ты, Паша. Тортисв aquest наринах interпjatāта. Дурак. Да нет. У와봐. Устрюл! Да нет. Устрюл! Т April. 100,2s. Ты был в издательстве? Угу. И что? Так, опять отказ. Не формат. Идиота. Не то слово. Всякую дребедень печатают, Ворониных всяких оттуда. А я люблю Воронину. Дурочка-то моя. А я тебя тоже люблю. И твой роман. Это не роман. Это сон во сне. Это ты мой сон во сне. Я так боюсь проснуться. Все время представляю, вот тебя напечатают. Вручат какую-нибудь премию. Ты наденешь пиджак, мои часы. И тогда смогу тебе что-нибудь подарить. А ты можешь. Уведи меня. Укради. Чтобы муж не нашел. Павел Проскуин. Двадцать восемь лет. Безработный. В прошлом актер написал книгу. Пытается ее напечатать. Живет на гонорары от съемок. Так, массовка в кино. Неудачник, слабак. Женщины таких любят. Вы свободны. Что? Что такое? Что? Дверь там. Конверт получите у секретаря. Ира! Да, Вячеслав Иванович. Чай? Вячеслав Иванович. Чай. Чай – зай הזה. – Пакеты в дом? – Я сама. – Пакеты в дом? – Я сама. – Где ты была? – В магазине. – Где ты была? – В магазине. Где ты была? – Тетя Оля, покупки! – Я тебе не тетя! Тетя Оля, покупки! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Уволить всех на хрен! А фирму закрыть! Куда? ТЕЛЕФОН 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Будешь? Твое здоровье. Так. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Крош, пора. А то карета превратится в тыкву. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Поехали. Поехали. Доброе утро, Ольга Николаевна. Тосты с мёдом, омлет. Будете? Дядя Слава уехал? Это всё дядя Слава. Сам. Ну, я только подсказала немножко. – Бог в помощь, адвокат. – Привет. А, Слава. Сказал Бог, чтоб ты помог. Подвезти. Плакал тётюль. Ну, как ребёнок. Он очень на себя рассердился. Говорит, да я приревновал просто. Ну, а кому вас ревновать? Он так устал на работе. И Мариша ваша что-то его бесит заочно. Мариша. Мариша. Жанна, я забыла совсем. У нас гости сегодня. У тебя вообще есть что-нибудь вот одеть, кроме этого? Да. О, вот этому да? Это нет. Вот это померяй. Так, тут тебе не Геническ. Гремячинск. Какая разница? А я что одену? Нет, тётя Ольга… Меря давай. Вот это я и надену, что ли? Так, это как-то… И этот дурень. Представь себе. Да? Не подписал брачный контракт. Разводился со слезами на глазах. Не от горя, конечно. Жена обула по полной программе. И остался как макака. С красной, голой… Это Бабуин, Федя. Кто ж про них слышал тогда, двадцать лет назад, эти контракты? Мы ж тогда все на Перловке сидели. Да сардельки по выходным. А тебе-то чего дёргаться? У тебя-то всё в порядке? Да ладно! Прибыль растёт, счета в надёжных местах, жена хорошеет на глазах. Ну, ты же не дурочку модель себе взял, в которой она деньги повелась. У тебя-то брак. Ого-го-го. И в радости, и в горе. Да. И только смерть разлучит нас. Ладно, всё пока. Господа, Jesus loves us. Что значит, Господь любит нас. Главное, себя не потерять по дороге. Главное, бабки не потерять по дороге. А этот всё своё. Большие люди, большие проблемы. О! Да. Поняла. Я — большие люди. Угомонись, Билл Гейтс. Ты — большие проблемы. Да. Кстати, анекдот. Три. Такие крупные, достаточно упитанные женщины. Садятся в такси на заднее сиденье. Вот. Едут, чувствуют какое-то неудобство. Чесновато вот как-то. И одна говорит. Слушайте, девчонки, есть идея. А давайте-ка сядем шифером. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха, х Ming waves… Ха-ха-ха-ха-га! Ха-ха-ха! Ах-ха-хра-хо-храф! О Чёрт! Прости! Да ничего. Это что? Неужели это мы, а? Десятый класс. Ну, дуры. Веришь ей в большую, чисто. Так, ты мне расскажешь, кто он? Кому ты ездила? О, он нас всех спас. Оптимизировал. Кто хотел работать? Работает. Больше, лучше, дешевле. А у всех строптивых и креативных… Топку. Так что, мы на кризисе поднялись. Да, кризис — это хорошо. Чакры прочищает. Особенно с женами. Как поведет себя в тяжелое время? Какие кони выкинет? Но лично я спокоен. А мой спокоен, как удав. Думает, я от него никуда не денусь. Ай, ладно. Живи в свое удовольствие. Угу. Кайфуй. Покупай себе бриллианты. Купайся в деньгах и ни о чем не думай. У меня, как твой Паша, у меня таких трое. Угу. Угу. В параллельных мирах. А мой муж спит спокойно. Нет, нет. Ты не понимаешь. Я же… Я же чего-то ждала. Я ж думала, у меня семья. Я очень хотела детей. А потом, когда… А после стольких попыток и вообще стольких лет родила… Ну, ты знаешь, да? Знаю. Ага. Моя Анечка, она только месяц прожила. А потом, потом выявили эту травму мозга. Она во сне умерла. Так, с улыбкой. А Слава был в командировке. Ну, он не смог отложить. Хотя он знал диагноз, меня видел. И вот как-то и не понимаю, почему. А ты подумай, у тебя хоть месяц было это счастье. А кто-то на это даже не может… Ладно. Тихо. Все-все. Надеется. Одна пустота. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. А ты можешь гарантировать, что она за твоей спиной… А ты можешь гарантировать, что она за твоей спиной… Ну, короче, ты ей веришь? Себе верю. Это да. За ней слежу. Если узнаю вдруг, что, прибью обоих. Хотя нет. Я и кара пострашнее. Денег лишу. А ее Альфонсу башку снесу. Ага. Двадцать лет выдержки. Хороша, Маша. Хороша, Маша. Хороша, Маша. Мир? Паша, Маша, Маша. Маша. М과물 выдержка. Продолжение следует. – Здорово. – Двадцать лет назад. – Двадцать лет назад. Хороша. Хороша, Маша. Лапа, мы опаздываем! Ты слышишь? Лапа, мы опаздываем! Лапа, мы опаздываем! Нет. Нет. Да, все остается в силе. Только вы смотрите, не убейте его там. Сильно. А зачем вам его фамилия? У вас же есть адрес и фотография. Хорошо. Проскурин. Проскурин. Вот и приезжайте. Лапа, ты скоро? Цигель-цигель, алюлю. Да-да, я иду. Да-да, я иду. Браслет забыла. Оля! Браслет! Да бог с ним! Я быстро! Немедленно берешь такси. Мне нужно предупредить одного человека. Пятьсот баксов. Хорошо. Хорошо. А-а-а. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ну-ка спасительница, отвернись! Вы бы телефон зарядили, волнуются же! Субтитры сделал DimaTorzok Ну как? Занимательный романчик? Да Гадость какая А где Жанна? У нее выходной Доброе утро, Вячеслав Иванович! Доброе Доброе Где Ольга? У адвоката Где? Добрый день! Проходите! Мама! 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 Вы больной! Вам лечиться надо! Да Господи, ненормальный какой-то Запись, стоп, перемотка Реагирует на голос, сам включается Высокая чувствительность Удобен за счет маленьких размеров В некоторых случаях крохотный размер Преимущество Да Пробивайте Ой-ой-ой-ой! Девушка, вы много дали! Тут на два диктофона хватит! Ой-ой-ой! Девушка, вы много дали! Тут на два диктофона хватит! Ну, я… Ну, тогда давайте два! Я ей не звонил! Не хочется! Когда мы с тобой увидимся, я соскучился! Алло! Алло! Мышоныш! Нет, это не мышоныш! Это кот! Понял меня? Простите, вы, видимо, ошиблись! Нет, это ты ошибся, котеныш! Видишь лавочку? Сядь! Давай-давай, садись! Садись! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и молодец! А теперь сиди и не дергайся! Сейчас к тебе подойдут! Только без шума! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Поехали! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, привет! Ох! Кто тебя? Кинг-Конг меня застукал с барменом нашим! Ну, помнишь, этот пацан в кафе! Ужас какой! Да ужас не в этом, а в том, что я идиотка! Не проследила за его махинациями! Он все-все записал на родственничков своих, и теперь у него за душой ни копейки! И этот ноль при разводе делится напополам! Да ты что? И теперь все мое состояние, Лолита Федоровна! Кто это? Да собака, это Господи! Ну, ничего, ничего, ничего! Мы еще повоюем! Я подниму связи, он у меня, сука, еще будет на коленях ползать, тварь! Оля, ты не можешь мне пока штук пять-шесть баксов отдалить? Пожалуйста! Да-да, конечно, ты даже не думай! Паша, ну наконец-то! Оля! Олька, не надо, я не могу больше так! Кашенька, пожалуйста, он не посмеет! Я подам на развод! Ну, ты не сможешь со мной! На что мы будем жить? Какой там рай в шалаше? Я была адвоката! Половина денег моих! Пусть только попробует не отдать! Да так просто тебя муж не отпустит, ты понимаешь? Да! Почему ты ушел? Я ж тебе сказал, сидеть! А теперь подойди к окну! Посмотри на небо! И хорошо подумай! А хочешь ты его увидеть и завтра тоже! Это он? Или… Если у тебя кто-то есть, узнаю и убью! 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 … Триста тысяч евро. За все. Ну и лобудень твой, так и быть, напечатаю в красивой обложке. Хочешь, потом исчезни. Если меня боишься. Хочешь? Нет, как хочешь. Искать не буду. Ты ведь и так, молчать будешь. Ну, в общем, смотри, смотри. Не сделаешь ты, сделаю другие. А почему я-то? А это моя месть тебе. Вот здесь задаток. Сто тысяч. Тебе и их до старости хватит. Стоит только, раз рискнуть, и твое будущее в твоих руках. Я не убийца. Да нет. Ты хуже. Ты… Ты безвольная, трусливая бразь. Ты безвольная, трусливая, 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 трусливая бразь. Поэтому ты возьмешь эти деньги. Возьмешь этот пистолет. Пройдешься вечером до магазина на Латышево. Она сегодня будет там. Еще раз. Ну, еще раз. Как, интересно, вы себе это представляете? Просто. У магазина с парковкой туговато. И обычно она оставляет машину в тупике неподалеку. А обратно возвращается через узкую арку. Так ближе идти из магазина. Место идеальное. Ни свидетелей. Никого. Продолжение следует... Я не смогу. Сможешь. Это не сложнее, чем оприходовать чужую жену. Ты что делаешь? Я… Да вот это… Ужин. А, ещё прибраться нужно. Ужин? Да. Дядя Слава просил вас никуда не уходить. Ой, тётя Оль, ой, извините, Ольга Николаевна, он хочет вам сюрприз сделать. Ну что ж. Пусть так. Так. Что за повод? Ты же знаешь, сегодня пятница, я хотела пойти к Ине в магазин. Сюрприз. Ой. Ой. Да возьми, наконец, телефон! Извините. Да, аллё. Кавалеры? Да это из Гремячинска, дядя Слав. С кем поведёшься? За нас. За нас. За нас. За нас. С годовщиной тебя, Лапа. Она сегодня, я не забыл. А не тогда, когда ты бросила мне подарок в лицо. Славочка, ну ты меня просто избаловал. Открывай, открывай. Что это? Диктофон. Зачем? А ты послушай. Тебе должно понравиться. Вот, нажми вот здесь. Звучит музыка. Вот здесь задаток. Сто тысяч. Тебе их до старости хватит. Стоит только раз рискнуть, и твое будущее в твоих руках. Ч-ч-ч, ты послушай, слушай. Я не убийца. Я не смогу. Сможешь. Это не сложнее, чем оприходовать чужую жену. Выключи. И что? Что? Ты связалась с подонком и неудачником, который готов убить тебя за деньги. Который любит только себя и свое сраное творчество. Это неправда. Да? Ну, тогда иди к нему. Иди! И обязательно зайди вечерком в магазин на Латышева. Рискнешь? Ольга. Слаба ты моя. Что же мы делаем-то, а? Что с нами стало? Уйдешь от меня к нему голой! Поняла? Да ты наконец реши, чего ты хочешь убить, меня уговорить остаться! За что ты мне мстишь, Валицкий? Да я не мчу. Я люблю тебя, Лапа. Слезнек-баба! А он? А он не баба? Нет. А пистолет взял? А как бороться с тобой? Как с вами бороться? Вы ж дышать не дают. А пистолет взял. Этот? А как он? Идиот! Он меня любит! Он мне все рассказал! Он дерьмо! Он мразь! Ну, что ты доказал себе? Что ты доказал себе? Господи боже мой, да я же не хотел тебя потерять! Валицкий! Это я посоветовала ему, чтоб он на все соглашался! Мне стало интересно, как далеко ты зайдешь! Теперь я знаю, что после всего, после восемнадцати лет жизни ты способен убить меня! Или выкинуть на улицу, как старую собаку! Оля, прости меня, пожалуйста, прости! Я не знаю, что со мной происходит! Я правда не знаю! Давай начнем все сначала! Пожалуйста! Я боюсь! Я правда! Я боюсь! Все! Убивать передумал? Дура! Да там холостые патроны! Давай проверим! Папа! Что это? Так значит, ты правда? Правда хотел? Отдай! Отдай пистолет! Потом я… Оля! Не надо! Оля, не надо! Не надо! Тут что-то… Ошибка! Стой! Тетя! Тетя Оля! Тетя! 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 Т Короче, буржуи деньги делили. Ладно, увози тело. Звучит музыка. Звучит музыка. Где вдова? А ее прислуга успокаивает. Эта, которая в очках? Угу. Понял. Приведи вдову. Я хочу с ней поговорить. Капитан Бояринцев. Олег Николаевич. Скажите, вы с мужем жили хорошо? Нет, мы плохо жили. Я успел поговорить с этой девушкой Жанны, которая работает у вас в доме. Она сказала, что у вас был… Любовник. Но мы же взрослые люди, не будем подбирать слова. Да. Давай взяли. И… Значит, ваш друг принес вам запись разговора, во время которого ваш муж предложил вашему другу вас убить. Запись. Запись здесь. Да. Вы послушали запись. И… Я поставила ее мужу. Ну, потребовала объяснений. А Слава… Слава… Ну, он испугался и набросился на меня. А Паша, он дал мне вот этот пистолет. И я выстрелила. Четыре раза? Ну, я не умею стрелять. Он хотел вырвать у меня пистолет, но мне стало страшно. Спокойно. Спокойно. Давайте послушаем запись. Да? Да. Вот здесь задаток сто тысяч. Тебе и их до старости хватит. Стоит только раз рискнуть, и твое будущее в твоих руках. Я не смогу. Сможешь. Это не сложнее, чем оприходовать чужую жену. Выключим. И что? Ты связалась с подонком и неудачником, который готов убить тебя за деньги. Ах! 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 Лапа! Что это? Так значит, ты правда? Правда хотел? Отдай. Отдай пистолет, потом я… Оля. Не надо. Оля. Не надо. Не надо. Тут что-то ошибка. Стой! Тетя, тетя Оля! Да. В моей практике такое впервые. Самой надо было выключать. Муж не на ту кнопку нажал, и лет пятнадцать, не меньше. Умышленное убийство, да еще такое жестокое. Гражданка Валицкая, я задерживаю вас по подозрению о умышленном убийстве. Увидите. Валерий Иванович, щас покурим ваших. Месяц не курю, Андрюша. Лучше прощайте. Месяц не курю. Месяц не курю. Что мне делать, Жаня? Тихо-тихо. Дядь Слав, а что, если вам предложить этому Павлу убить тётю Олю? Что? Вы дадите ему кучу денег, пистолет. Но только что патроны там были не настоящие. А сами запишите ваш разговор на диктофон. И тогда тётя Оля поймет, что он ничтожество и бросит его. Слушай, а че это вы мутитесь, дядя? Он говорит, холостые, ты боевые. Боевые, боевые, мой друг. Да мне пофиг. Деньги давай. У нас нет другого выхода. Они нас уничтожат. Расскажи Ольге, что муж заказал её. И отдай ей пистолет. В толку, что если она его не убьёт, он убьёт её. Люблю тебя. Мышонуш, родной. отрация оставляет её. Ааааа! Аааа! Аааа! Поскольку вы единственная наследница, в завещании нет необходимости. Формальности я улажу в течение двух-трёх месяцев. Теперь ещё одно. Что делать с вашей тётей? Мы будем её защищать. А вы бы стали защищать убийцу единственного родного вам человека? Думаю, нет. Жанна Игоревна, опять этот маньяк на линии, представляется Павлом, говорит, что ваш жених — Ирочка. Ну, решите как-то эту проблему. Объясните больному человеку, что жениха у меня нет, и ни с каким Павлом я не знакома. А если он будет названивать, проследите звонок и отправьте туда охрану. Цирк какой-то. Бывает. Цирк какой-то. Смотри. Добрый день. Здравствуйте. КОНОЧЕЦ КОНОЧЕЦ КАНОЧЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты новенький? Я раньше тебя не видела. Так точно, Жанна Игоревна. Прошел конкурс. Буду самым модным водителем у самой красивой бизнес-леди в мире. Какой ты быстрый. Откуда ты взялся? Мне твое лицо, кажется, знакомо. Да вряд ли. Я из маленького городка. Гремячинск. Может, слышали? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ